Hola amigos, добро пожаловать, bienvenidos на канал Kiki Mix Canets. Эти 2020 нам принес много сюрпризов, некоторые не очень приятные. А я и свои amigos приготовили для вас очень приятный сюрприз. Надеюсь, вам понравится. Привет, я желаю всем, чтобы в следующем году снова все границы были открытыми, и чтобы все были здоровы. Это очень важно. Мы вам желаем, дорогие наши подписчики, подписчики Kiki, мы хотим пожелать вам, пожалуйста, будьте здоровыми, берегите себя и своих близких. Я сказала, как Андрей Малахов. Берегите себя и своих близких. Да. И, пожалуйста, будьте добрее друг к другу. Вот даже если вы ходите в масках, злитесь друг на друга, вы понимаете, что это не навсегда. Это все пройдет. Просто будьте здоровыми, добрыми и счастливыми. Мы вам это желаем в новом 2021 году. Всем приветики-пистолетики, я Джастин, и я из Канады. И очень скоро у нас будет Рождество и Новый год. И поэтому я хотел взять этот момент, чтобы вам пожелать всего хорошего и прекрасного на этих каникулах в конце декабря, когда ваши каникулы начинаются на 10 дней в начале января. Это очень круто, кстати. Но, как я понимаю, у вас будет Рождество 7 января, не как у нас 25 декабря. Ну, я очень надеюсь, что вы можете провести это все время и место с вашей семьей. И в следующем году вы можете выполнять все ваши желания и цели, которые у вас есть в вашей жизни. Желаю вам и вашим близким счастья, мира, терпения, добра и, конечно же, удачи. Хочу всем пожелать всего самого лучшего в этом новом 2021 году. Я думаю, что прежде всего я желаю, чтобы эта пандемия закончилась. Я думаю, что всем уже достало. И я надеюсь, что в ближайшее время мы можем меньше переживать о своем здоровье, здоровье наших близких. И чтобы мы могли скорее передвигаться свободно, видеться с нашими друзьями, с нашими близкими, которые находятся в разных городах и в разных странах. Вот мои желания. Ребята, я желаю вам большое счастья, здоровья и любви. И надеюсь, что вы будете постоянно поддерживать Кике и любить его. И еще я буду очень-очень благодарна, если вы будете и меня поддерживать. Всем привет, конничио, с вами Коки из Японии. Ниматсо осакенону мисуги ни киоцукете, кеимушо де тошкушио сагасанаю нишимашо. Окей, перевод. Не пейте много алкоголь на новогодние праздники, а то вы будете проводить их где? В тюреме. Всех с Новым годом. Я вам пожелаю, чтобы в вашей жизни было условно фиеста, и чтобы вы нашли время для сиеста. 2020 год был необычным и непредсказуемым для многих. Чтобы все было не так грустно и было познавательно, здесь коротко расскажу о том, как мы, японцы, отмечаем Новый год в Японии. 31 декабря мы с родственниками собираемся в своей родной деревне и едим вместе гречневую лапшу. Зачем лапшу? Ешь алибие. Коки, не бешай нам на уши лапшу. Окей, тогда я объясню, почему мы, японцы, едим гречневую лапшу на Новый год, чтобы вы не считали меня каким-то обманщиком. Это связано со свеберьем. Гречневая лапша, она отрывается проще, чем другие виды лапши, то есть отламывается, отламывается, отламывается. Так что у нас в Японии есть такое поверье, что если ты ешь гречневую лапшу на Новый год, то ты можешь оторваться от неудач этого года, и их не будет уже в следующем году. Ну то есть избавиться от неудач. Еще есть разные интересные, уникальные японские традиции про Новый год, но об этом я расскажу на своем канале, потому что это будет очень долго рассказать. Всем привет, меня зовут Череш. Аннямасею, Череш иммита. Я из Южной Кореи, я кореянка. Сегодня я хотела бы поздравить вас всех благодаря Кике. Спасибо большое Кике за то, что позвал. А сегодня я хотела бы поздравить вас всех и немного рассказать о корейской культуре на Новый год. Если вы интересуетесь корейской культурой, то я скажу интересную историю. Мы, корейцы, празднуем Новый год, кушая токку. Это соус с клецками. Клецки. А я для вас, Петяна, сняла видео, как я готовлю токку, так что посмотрите, пожалуйста. Вот, смотрели? А вот, еще у нас есть интересная традиция на Новый год. Это мы становимся на год старше, на Новый год. Не на свой день рождения. Это чуть-чуть странно, да? Так что мне будет 23 года. Уже. А сколько вам будет лет, скажите, пожалуйста? На Новый год в Корее мы едим этот волшебный суп токкук и становимся еще старше. Я из Канады, и наша страна достаточно молодая и очень разнообразная, можно сказать. У нас очень много иммигрантов. Можно сказать, что большая часть населения это недавние иммигранты. Ну, если не там 200-300 лет, то многие вообще за последние, там, не знаю, десятилетия приехали в Канаду. Поэтому сложно говорить о традициях Канады. Но я погуглил и нашел одну традицию. Называется polar bear swim. По сути, это плавание белого медведя. В начале 20 века в Ванкувере эта традиция началась, что некоторые люди решили скупаться 1 января. И это стала традицией. То есть каждый год теперь многие собираются в Ванкувере и не только в разных городах. Еще в Канаде и даже в США люди собираются и купаются. 1 января это самые смелые люди. Что касается моей семьи, у нас нет новогодних традиций, я бы сказал. Каждый год немножко по-разному. Но, наверное, самый большой праздник для канадцев, для большинства, наверное, канадцев, это Рождество. Мы отмечаем Рождество 25 декабря. Вся семья собирается, и мы дарим друг другу подарки. И в моей семье после открывания всех этих подарков мы всегда делаем такой большой завтрак. Ну, мы называем это brunch, то есть завтрак-обед. Breakfast-lunch вместе. И мы всегда готовим сосиски, яйца, хэдж-брауны, картошку такую, похоже на то, что в Макдональдсе продают. И, ну, еще некоторые вещи, мы все это едим вместе. И вот это наша семейная традиция. Всем привет! Это Мэри Жейн из YouTube-канала Мэри Жейн Филиппинка. На Филиппинах у нас есть много традиций на Новый год. Та, которую я помню лучше остальных, это когда дети прыгают как можно выше во время боя курантов. Считается, это делает их выше. Я тоже делала это сама, будучи ребенком. И, честно говоря, даже совсем недавно, когда отмечала Новый год на Филиппинах. Конечно же, я не верю в то, что стану выше ростом, но это отличный повод повеселиться. The holidays are a fantastic time for people to come together with their families. Specifically in Canada, because we have so much snow, people often love to play together outside, whether it's playing hockey on the road in the snow, or go tobogganing, which is sledding down a hill. These are all really fun things that we do. And on Christmas Eve, which is December 24th, usually people will get together with their extended family, have dinner together, open gifts, something super sweet like that. And then usually we spend Christmas Day together with just our immediate family, just our parents and our siblings. And specifically in my family, we make something called monkey bread. This is not a thing that is popular in all of Canada, it's just a tradition that my family does. Но это же называется monkey bread, это безумно очень вкусно, как пончики какие-то. Очень сладкие, мы готовим его в каждом году, и я бы хотел это привезти со мной в Россию и показывать всем русским, потому что я думаю, что вам точно понравится его. That's all for now. Я желаю вам успешного, счастливого Рождества и с Новым годом. То, что в Голландии говорят, когда есть Новый год, мы поздравим всех тогда, скажем им, это означает то же самое, как в России есть. С Новым годом, с праздниками. То, что мы делаем на Новом году, это просто стреляем фейерверки, но в этом году нет, потому что есть запрет. Но мы тоже едим олибола, и вон там есть какая-то лавка, где сейчас продается. Олибола — это как пончик, только вкуснее. Всем привет! Я Регина. Я Ирина. Мы вам сейчас расскажем о наших новогодних традициях, которые совместимы только с нами и в нашей семье. Когда мы были маленькие, мы же жили в маленьком городе Училы, Республики Башкортостан, мы каждый год выходили с мамой на ёлку перед Новым годом, перед встречей Нового года. Обязательно на нашем столе были мандарины душистые, приятные. И нас это настраивало на то, что у нас будет прекрасный Новый год. Также мама готовила оливье, хлеб с красной икрой. Мы каждый год покупаем икру и делаем себе прекрасный бутерброд, хлеб с маслом и с икрой. Да, это верно. Вот. Дальше, какая у нас традиция? После Нового года мы идём смотреть салют, красивый праздничный салют. Потом у нас ещё традиция, что даже если вот в этом году особенно актуально, у нас не будет Нового года, мы обязательно будем наряжаться, будем красивыми, потому что как ты встретишь Новый год, так ты его и проведёшь. С какими людьми ты его встретишь, так ты Новый год и проведёшь. Поэтому мы настраиваемся на то, чтобы быть красивыми 31 декабря и 1 января, чтобы Новый год получился у нас красивым, жизнерадостным и полным улыбок, без огорчения о том, что коронавирус, и мы не хотим, чтобы... Мы просто загадаем желание, чтобы никогда в новостных лентах не слышать про коронавирус, и чтобы все люди были здоровы. И, кстати, чтобы вы знали, как встретить Новый год в Мексике, я сделал видео, вы можете найти ссылку в описании, где говорим наши приметы, традиции, почему вам нужно винограде 12, почему чемодан, и другие штуки я вам расскажу в этом видео, так что не пропускайте! С Новым годом! 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 С Новым счастьем! Happy new year! My best wishes I wish you a lot of health, a lot of joy and that you are surrounded by the people you want I want to wish to all of you a happy new year Merry Christmas, happy holidays I hope that everything goes well for everybody in this new year, that it is much better than 2020 Looking forward to 2021 and all that it has in store Happy new year! Русскоговорящая семья, спасибо большое, что вы постоянно, что вы меня поддерживаете, меня появились в Руси. Поэтому могу сказать, ребята, русский язык нас объединяет, русский язык нас делает сильнее. Близ Саня Нуева, amigos, вы у меня самые лучшие. Спасибо большое за вашу поддержку. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adios, amigos. Субтитры сделал DimaTorzok